Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я забрал Эпсилоном. Сейчас мы сделаем на него честный обзор. Я еще на нем не катал. Как вы видите, он только появился в моем ангаре. И сейчас мы будем сначала... Спасибо большое за то, что мы сначала пройдем с вами ранги. Ну, а потом уже будем смотреть все остальное. И вообще, честно говоря, не понимаю прикол этих рангов, зачем они нужны. И почему их поставили на самое видное место. Ну, поставили, да и поставили. Фиг с ним. Едем дальше. Я думаю, что мы это с вами переживем. Ровно как и все остальное в нашей жизни. Итак, что касается снаряжения. Сразу себе снарягу ставлю так, как я люблю. Я люблю, когда у меня вот здесь вот... Так, это тоже мы продадим. Я люблю, когда у меня адреналинчик по центру стоит. И вот сюда вот дополнительную ремку. Теперь, что касается амуниции. Однозначно, вот так вот. Что у нас по второй шоколадочке? Время перезарядки. Как бы вообще ни о чем. Тут вообще, в принципе, все ни о чем. Поэтому я ему просто добавлю подвижности. Здесь у нас плюс 15 в защите экипажа от ранений. К ремонту. Нет, я все-таки буду подвижность машине улучшать. Теперь по боекомплекту. Вот просто как-нибудь. Вот так вот. Пока что от балды потом разберемся. Теперь, что касается оборудования. Оборудование у нас... Так, по бронепробитию. Да, в принципе, на шестом уровне мне бронепробития должно хватать. Опять-таки, улучшаем ему ДПМ. Прочность гусениц. Обзор. Дальше у нас время сведения. Или... Нет, да, в принципе, у Ношхорна-то нормально летает снаряд. Не сильно-то и долго. Так, брони добавлять не будем. Там 15, кстати, ребят, всего лишь миллиметров брони. Поэтому однозначно ставим на улучшение хпшки. Опять-таки, подвижность. Дальше. Опять-таки, что тут у нас? Время сведения. Разброс. Разброс у него божеский. Поэтому однозначно время сведения. Ну и здесь уже по стандарту. Вот как-то приблизительно так. Быстренько набросали ему всего, чего там надо. И смотрим, что с этого получилось. Заходим в орудие. И смотрим. Для своего шестого уровня мы получаем 203 миллиметра пробития. Этого больше, чем достаточно на шестом левеле, как мне кажется. Средний урон 220 единиц. Он не меняется на машине, чтобы вы с ним не делали. Точно такой же вы имеете на одной из пушек. В частности, на топовой пушке у Ношхорна. Углы склонения вниз минус 5. И у Ношхорна точно такие же. И мне, в принципе, на нем было комфортно играть. Я не ощущал какого-то существенного дискомфорта. При этом, ребят, у нас время перезарядки всего лишь получается 5 с маленькой-маленькой копеечкой секунд. ДПМ при этом 2580. И мне кажется, это довольно бодро. Единственное, что нам надо где-то будет постоянно хорониться со своей картонностью. Божеский разброс меньше, чем 0.3. И время сведения меньше 3 секунд. По-моему, ребят, все должно получиться. Я, конечно, не уверен. Самого Ношхорна я очень давно не катал. Я вообще не помню, честно говоря, когда я его выкатывал в последний раз. Ну, наверное, где-то около 8 или, может, даже 9 месяцев назад, когда Ноношхорна снимал обзор. И да, ребят, у меня на канале есть обзоры на проходные машины. Вообще, у меня идея такая создать электронную библиотеку обзоров на проходные машины, чтобы каждый игрок, особенно новенький в игре, мог зайти ко мне на канал, зайти в соответствующий раздел, в частности, в соответствующий плейлист и посмотреть на те машины, которые его ждут в той или иной ветке, чтобы он плюс-минус взвешенно принимал решение, стоит ли идти через ветку какой-то десятки. Это моя мечта. Сбудется или нет, сложно ответить. Ну, а пока я стараюсь максимально пополнять свою коллекцию. Поэтому, ребят, если тема танков в целом не только премиумных, не только коллекционных, не только проходных, не только фановых открытий контейнеров, вообще тема танков в целом вам интересна, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик и жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новое видео, а видосы у меня выходят минимум одно видео в день, я стараюсь выпускать, а иногда бывает по три и по четыре. Ребята, в комментариях подтвердите, пожалуйста, кто давно на канале. Итак, ребят, поехали. Я единственное, что тупанул, по-моему, я зашел в рейтинговый бой. Не сильно подходящее место для того, чтобы заценивать машину. Итак, поехали. Подвижность. Подвижность обалденная. Ну, реально, едешь себе спокойно. Я сейчас абсолютно не задумываюсь по поводу скорости передвижения, по поводу того, успею ли я куда-то подкатиться. Короче, просто обалдеть. В отношении подвижности вопросов никаких не имею. И все-таки мне, как человеку, который ножхорно с нуля катал, память подсказывает, что вот где-то так же ножхорно играется. Точность. Есть точность, вопросов нет. Я сейчас в СУ-100У попал. Да, пускай в самый уголок, без пробития. Но свое дело сделал. И заметьте, я уже перезарядился. Что меня еще радует, так это углы поворота орудия. Вправо, влево. Точно так же, как на ножхорне. Играются очень комфортно, очень классно. Так. И, кстати, заметьте, маскировка довольно неплохая у меня. Я до сих пор не отсветился. Так, время перезарядки. Работай на меня, пожалуйста. Мне надо товарища вынести в ангар. Ну, все, в принципе. Я думаю, что в этом бою я уже поиграл. В принципе, достаточно. Спасибо большое. Как пробный бой. С учетом того, что я очень давно не катал ножхорна самого. То в целом довольно неплохо получается. Заберу. Да, забрал. Уже хорошо. Так. Что там? Сейчас, я так понимаю, ко мне будут ехать. Пытаться сделать мне больно и неприятно. Ребят пятеро. Нас двое. И понятное дело, что, в принципе, судьба боя, она изначально предрешена. Я не думаю, что я здесь прям смогу что-то зарешать. СУ100У, получи, пожалуйста, еще раз от меня. Ну, и, в принципе, я отправляюсь в ангар. Картон, ребят. Лютый картон. Просто вот невыносимо лютый. Но, в целом, я бы не сказал, что он прям плохой. Просто, во-первых, я тупанул. Я, по-моему, попал в рейтинговый бой. А в рейтингом бою немножко бои по-другому происходят. Что касается результативности по бою, то я сделал два фрага. Да, пускай добрал не до битка, но я смог это сделать. И это уже большой плюс. В том числе и для данной машины. 870 единиц урона. И, честно говоря, когда я осознал, что попал в рейтинговый бой на этой конкретно машине, мне почему-то показалось, что я и этого сделать не смогу. Почему мы проиграли? Я думаю, тут, в принципе, и рассказывать-то нечего, почему проигрыш. И мне почему-то кажется, что если бы вот в этом отношении все было немножко пободрее, то и мои бы результаты были немножечко получше. Но, как есть, так есть. Так, теперь мы с вами... А нет, ребят, не рейтинговый встречный бой был. Тогда я зря, в принципе, грешил. Но результат боя все равно, по-моему, зависел не от меня. Ну что, давайте запрыгнем еще в одну катку. Все-таки по одному бою сказать что-то про машину, а тем более про картонного эпсилона, ну, крайне-крайне сложно. Очень часто бывает такое, что я снимаю один бой. И я скажу, почему я так делаю. Многие мне пишут в комментариях по поводу того, что одного боя недостаточно. Я, когда снимаю ролик, и когда бой на машине получается такой, как правило получаются бои конкретно на этой машине, я об этом сразу говорю, что я не вижу смысла дальше машину мучить по одной простой причине, потому что в целом машина так плюс-минус отыгрывается постоянно. Когда бой получается крайне какой-то хороший, я сразу обозначаю, что бой получился. Но это далеко не значит, что вы в каждом бою сможете делать такие результаты. И если вдруг бой у меня не получается, но я знаю, что у машины есть потенциал, и она зачастую, пускай не всегда, но все-таки отыгрывается порой гораздо лучше, тогда я уже выкатываю машину в дополнительную катку. Я продолжаю охотно верить в то, что Epsilon, он может немножко больше, чем сейчас он показал в этой катке. Но не хочется мне верить в то, что эта коллекционная машина с уникальным внешним видом может быть прям просто унылым, не знаю, там каким-то картонным дерьмом, которое вообще ни на что не способно. Не верю я в это, и уверен, что в принципе при правильном применении данной картонной машины с очень хорошим временем перезарядки и очень точным острым орудием, что действительно давать на ней результаты не получится. Мне почему-то кажется, что получится однозначно, главное найти просто себя в бою. И порой бывает такое, что сам бой, он против тебя. Твои союзники, допустим, там не сильно качественно отыграли, или тебе не повезло правильно принять решение по поводу того, куда поехать, и твои соперники, они в этом отношении обыграли тебя. Ну, как-то вот так вот оно порой бывает. Давай, откатись еще немножко назад. Спасибо тебе большое, своих 500 урона за бой я уже закинул. Ну и продолжаем караулить следующую жертву. Он же меня и подсветил. Углы склонения вниз. Минус 5, да, вот здесь вот на горке прям вообще тоска, но в целом, ребят, ну оно играется. Оно играется вполне нормально, и если бы у этой машины с ее уровнем ДПМа, с ее уровнем точности, временем перезарядки, временем сведения и разбросом, при этом еще и были углы склонения такие, чтобы можно было с учетом максимально вверху расположенного орудия играть от каких-то неровностей абсолютно бодро и безнаказанно, ну, ребят, тогда это просто была бы очередная имба, которую со временем бы в любом случае захотели понерфить. В чем бы ее понерфили, я не знаю, но предполагаю, что если бы у нее углы склонения были, допустим, минус 10, а не минус 5, и при этом она и обладала вот всеми теми характеристиками по орудию, которые есть заявлены, то явно нерфили бы не угол склонения орудия, да, потому что, как правило, в нашей игре, если уже и берутся за нерв, то нерфят в основном что? В основном нерфят либо подвижность, либо точность, либо там, альфу, ну, короче говоря, время перезарядки и подобные вещи, то, что действительно существенно может зарешать в бою. А вот такие вещи, как угол склонения орудия вниз, как правило, нерфу не поддаются у нас. Ну и, соответственно, спасибо большое за то, что наделили 5 градусами, ну и, соответственно, так, я немножко понаглею, попытаюсь отработать по КВшнику по максимуму, пока он на перезарядке, ну и сейчас откачу немножко назад. Так, ремкаемся. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Ну, давай, кто будет ехать первым, для того, чтобы получить от меня мою последнюю тычку, которую я отброшу? Ну, конечно же, КВшник. Жаль, не пробил товарища. Крайне, крайне обидно. Сейчас мог нанести ему урон, но, зараза, вот эти вот дурацкие кустики, они реально помешали нормально прицелиться в машину и понять, где серая зона. Я, честно говоря, думал, что я сейчас попаду в щеку башни, но, к сожалению, не судьба. Я больше чем уверен, что КВ-2 сейчас его конским временем перезарядки разберут, ну и, соответственно, посмотрим на результаты боя. Я получил удовольствие от данного боя. И я получал практически такое уже... Простите, я заговорился. Практически такое же удовольствие я получал от игры на Ношхорне. И, да, как бы дико это ни звучало, мне очень понравилась ветка гриля, и я до сих пор от нее балдею. Тот же самый Ношхорн, он умеет порадовать и повеселить. Пускай не во всех 100% боев, но все-таки эта машина классная. Что касается Эпсилона, то 1255 единиц урона, один уничтоженный товарищ, и, соответственно, какой-никакой, а все-таки фарм, потому что это коллекционка. Но в целом я бы не сказал, что это фармер. Да и все они, коллекционные машины из батлпассов, это не профарм. Это больше от удовлетворения от игры и от фана, от кайфа, от того, что ты заезжаешь на какой-то максимально нестандартной по дизайну и внешнему виду машине, которая в чем-то лучше, чем проходной аналог. Что касается результативности по команде, то вот вам, пожалуйста, результат. Первое место в команде, причем, я бы сказал, с существенным отрывом по сравнению с многими другими в данной команде. Что хочется сказать конкретно про Эпсилона и про вопрос того, а стоит ли? Вы знаете, вопрос очень сложный. Стоит или не стоит? По одной простой причине. Потому что батлпасс, он открывается, я имею в виду возможность забрать того же самого Эпсилона, открывается благодаря приобретению за реальные деньги особого пропуска. В моем случае мне его подарили, я очень благодарен Антонио за то, что он помог мне в момент, когда я не смог это сделать самостоятельно. Спасибо тебе большое. Что касается самого вопроса приобретения машины, то батлпасс, он подразумевает получение огромного количества дополнительных плюшек. И сказать, что особый пропуск стоит купить ради того, чтобы конкретно Эпсилона получить? Нет, ребят, не стоит. Все-таки Эпсилон, он далек от какого-то такого идеала. И той машиной, которую я действительно хотел из батлпасса, был киборг. Просто потому, что это тематика терминатора, потому что он обалденный внешний вид, имеет вот этот вот шестиствольный пулемет, светящийся глаз или лазерный прицел, что это у нас такое, до сих пор я не разобрался. Короче говоря, вот этот товарищ, тем, что он был улучшен довольно качественно по сравнению с М6 проходным танчиком, я действительно себе его хотел. Хочу ли я себе конкретно Эпсилона? Я думаю, что нет, потому что есть проходной аналог, который отличается, я бы сказал, не существенно, но отличия все-таки есть. И действительно, на Эпсилоне играть немножко поудобнее. И поэтому говорить о том, что необходимо приобрести себе особый пропуск для того, чтобы конкретно Эпсилона забрать, я бы не осмелился. Но стоит приобретать батл пасс, если вы и так донатите в игру, из-за того, что вы можете получить огромное количество дополнительных плюшек, вы можете забрать себе порядка 3000 золота, из которых 2000 баксов, господи, золота вы заберете из сейфа. Короче говоря, это очень выгодный именно донат. А что касается Эпсилона, то он вас просто параллельно со всеми остальными наградами порадует, стоя в вашем ангаре, и возможно, вы периодически будете его выкатывать из своего ангара для того, чтобы по фанисам. Одновременно с тем необходимо отметить, что Эпсилона вы можете продать, поскольку это коллекционка, вы можете получить за него дополнительных 500 голды, если вы не любитель собирать коллекцию коллекционных танков. Это автологически прозвучало, но как есть, так есть. Вот такой вот он Эпсилон, вот такой вот честный обзор на данную машину, и если вы за честность и справедливость, пожалуйста, подписывайтесь на канал, возвращайтесь на него, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а я пошел придумывать новую тему на новый обзор. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!